Давайте я попытаюсь это сделать. Именно попытаюсь понять, что же будет происходить с этой таблицей. Поехали. Сколько будет 2 умножить на 2n плюс 1? 4n плюс 2. 4n плюс 2. Что это означает? А это означает, что в верхних двух строчках все числа от единицы до 4n плюс 2 будут выписаны. Соответственно, вот здесь будет написано 4n плюс 3. Вот здесь будет написано 4n плюс 4. Здесь будет написано 4n плюс 5. Здесь 4n плюс 6. И так далее, и так далее, и так далее. Что будет написано вот здесь? 6n плюс 3. Что будет написано перед этим? 6n плюс 2. Ну и так далее. Здесь здесь будет много всего. Всего 2 умножить на 1 число. Теперь давайте разбираться, что будет вот здесь. Здесь будет понятно, что написано число 1. Дальше, через одну клеточку, будет написано число 2. И так далее, и так далее, и так далее. И смотрите, что будет написано вот здесь. Очень просто. Здесь будет написано число n. Почему? А потому что, когда у вас нечетное число, то вот таких пар будет n штук. Соответственно, здесь будет написано n плюс 1. Здесь вот n плюс 2. Дальше пойдет число n плюс 3. Так, я здесь не буду даже представить. Здесь что-то, что-то, что-то. И закончится все это на число 2n плюс 1. А перед ним будет число 2n. Я разобрался с двумя строчками. В нижней строке идут числа по убыванию от 6n плюс 3 до 4n плюс 3. В верхней строке они довольно хитро идут. n плюс 1, 1. n плюс 2, 2. n плюс 3, 3. И так далее. Дальше. n минус 1. 2n. n. 2n. Теперь, теперь разбираемся, что будет в следующей строчке. Здесь будет 2n плюс 2. 2n плюс 2, 2n плюс 3, 2n плюс 4. И так далее, и так далее, и так далее. Итак, что у нас здесь есть? Здесь числа идут, начиная с числа 2n плюс 2. И число будет n плюс 1. Вот давайте поймем. 2n плюс 2 это что такое? Это 2n плюс 1 плюс 1. Что такое 2n плюс 3? Это 2n плюс 1 плюс 2. И нам нужно всего n плюс 1 число. Значит, будет 2n плюс 1 плюс n плюс 1. Значит, вот здесь будет 3n плюс 2. Отлично. А здесь, соответственно, 3n плюс 1. Так вот они шли, числа по возрастанию на единичку возрастали. Дошли до числа 3n плюс 2. Вернулись сюда. Пишем 3n плюс 3. И так далее, и так далее, и так далее. Самое последнее число, вы помните, будет в 4n плюс 2. Перед ним будет 4n плюс 1. Ну вот, отлично. Теперь разбираемся, чему же равна сумма в столбце. 9n плюс 6. Так, здесь будет сколько? 9n плюс 6. И здесь 9n плюс 6. Тут я не дописал, но это как раз не страшно, потому что все понимают. И здесь будет 9n плюс 6. Так, и здесь я мог дописать. Что здесь будет 6? 6n минус 1. Опять получается 9n плюс 6. Так, здесь, господа, все, все получилось. Все получилось. Вот я в явном виде выписал, и понятно, что действительно будет такая ситуация. Господа, у этой задачи есть несколько решений. Когда вы учите матч, чрезвычайно полезно знать несколько способов решения одной и той же задачи. Потому что часто бывает, что когда вы узнали несколько способов, то из-за этого вы начинаете понимать какие-то взаимосвязи, которые без этого не понимали бы. То есть, пожалуйста, не надо думать, что когда мы там решим задачу вторым способом, а иногда будет и третьим, и четвертым, не надо думать, что это мы зря тратим время. Ничего подобного. Ведь наша цель понять, как устроен мир, как устроены числа, фигуры и так далее. И поэтому, наоборот, очень интересно, когда одно и то же можно по-разному. Начнем с такого первого столбца. Первое. Понятно ли всем, что сумма в столбцах будет 9n плюс 6? Да. Ну да, если угодно, может было вычисление сделать. Но это, да, это понятно. 9n плюс 6 нам нужно, да. Теперь начнем с этого столбца. Будем прибавлять к верхней и средней клетке по единицам и вычитать из нижней двойку. Да, хорошо, пожалуйста. Тогда здесь будет сколько? 6n плюс 1? Да. Здесь будет 2 и 3n плюс. Понятно, что сумма не изменилась. Ну, потому что мы прибавили раз единичку, два и один раз вычли двойку. Да, конечно. Будем так продолжать. До n плюс 1. То есть мы прибавили n единиц. Сюда мы тоже прибавим n единиц. То есть здесь будет 4n плюс 2. И из 6n плюс 3 мы вычтем 2n. Итак, вверху написаны все числа от 1 до n плюс 1. То есть всего пока что n плюс 1 столбец, да. Во второй строке в порядке возрастания написаны все числа от числа 3n плюс 2 до числа 4n плюс 2. В нижней строке по убыванию идут нечетные числа от числа 6n плюс 3 до числа 4n плюс 3. Да, отлично. Так можно. И пока что суммы в столбцах все время одна и та же. Сумма все время одна и та же, да. Так, и теперь будем делать то же самое. Только с другого начального столбца. Теперь будет n плюс 3, 2n плюс 3n. Понятно? То есть опять в двух строчках происходит все время увеличение на единицу, да. А в нижней строке происходит уменьшение на двойку. Да. Да, согласен. Такой перескать. Да, отлично. И так далее. Здесь будет в некотором моменте, ну в конце 2n плюс 1. Ну конечно, у нас таблица размером 3 на 2n плюс 1, да. То есть там было n плюс 2, потом n плюс 3, потом n плюс n плюс 1, да. 2n плюс 2 надо... Фактически мы прибавили n минус 1. 3n плюс 1. Да, 3n плюс 1. И завести, что вот здесь 3n плюс 1 в конце, а вот здесь 3n плюс 2. Да, все идеально получается, да. 2n плюс 1, здесь вот 2n плюс 2. Да. Ну и в конце будет 5n. Нет, причем 5. Мы вычли, там же по двойке вычитали каждый раз. Да. n минус 1 раз мы вычли число 2. То есть фактически мы вычли число 2n минус 2. Да, будет 4n плюс 4. Все. Все получилось. 4n плюс 4 соответствует тому, что у нас вон там есть число 4n плюс 2. Покажи его, пожалуйста. Какие куски? Вот от единицы мы идем до 2n плюс 1. Да. Потом 2n плюс 2. Потом 3n плюс 1. Да. Потом 3n плюс 2. Да. Потом 4n плюс 2. 4n плюс 3. Да. И теперь надо, что это... Потом 4n плюс 4 по нечетным числам слева, по четным числам справа. И все получилось. 6n плюс 3. Да. Спасибо большое. Отлично. Отлично. Ну, господа, не знаю, мне кажется, что это решение тоже понятное. Значит, чье понятнее, вот какое из этих двух понятнее, я думаю, что вопрос философский. И это, знаете, значит, вы же, ну не знаю, надеюсь, что вы... Так, голосовали. Кто понял первый способ? Только совсем честно. Ага, большинство понял. Спасибо. Кто понял второй способ? Замечательно. Спасибо. Ну и самый главный вопрос. Кто не понял ни тот, ни тот способ? Вот. Отлично. Отлично. Такие тоже есть.